Всем привет! Сегодня с новыми снова я и на обзоре у нас мультифункциональная мойка от бренда Калипсо. Напоминаю, Калипсо это про дизайн, это про качество и все это за адекватную цену. Итак, давайте посмотрим. Мультифункциональная мойка в размере 68 см имеется в двух размерах 68 и 75 см. На самом деле, на сегодняшний день предложение не самое новое на рынке, но мы можем посмотреть, что предложений достаточно много даже по очень низким ценам за мультифункциональные мойки. Поэтому в данном обзоре буду обращать внимание на детали, детали, которым мы приложили, так сказать, руку и в мелочах продумали исполнение так, чтобы конечный пользователь не имел каких-то неудобств и чтобы все его удовлетворяло. Итак, мойка данная на 68 см, как уже говорил, бывают они еще на 75 см. Здесь она у нас в цвете черный, но этот же цвет гармонирует с оружейной сталью. Есть они еще в цвете оружейная сталь, но он более серый и с большинством продукции на рынке он светлее будет. Поэтому вот именно цвет моек черный от Калипсо мультифункциональной мойки, он будет гармонировать и с оружейной сталью, и с черными. Что такое мультифункциональная мойка? Это все в одном, all-in, так сказать. Сразу же мы имеем и смеситель с тремя функциями. Имеем в этой же мойке встроенный смеситель под фильтр чистой воды. Здесь же имеем площадь для орошения, помывки овощей и фруктов. Имеем устройство для мытья стаканов, бокалов и, соответственно, дозатор. Кроме этого, есть еще лотки для мытья, для ополаскивания. Все это мы сейчас и рассмотрим. Прежде чем показать вам уже полностью собранную ее, хочу как раз обратить внимание на некоторые отличия от большинства предложений на рынке. Итак, начнем с основного. С основного это толщина металла и качество исполнения непосредственно в мойке. Металл достаточно толстый. На видео, наверное, видно его толщину. На звук, пожалуйста. Мы знаем, что металлические, как правило, мойки, они все очень шумные, звенящие. Здесь, помимо того, что сам металл достаточно толстый, вся мойка обработана специальным материалом шумоизолирующим, плюс дополнительные вставки в центральных частях каждой стороны шумоизолирующие установлены. Что имеем еще? Давайте рассмотрим уже по порядку. Фильтр чистой воды открывается, как обычно. Смеситель поворотный, в любую сторону, с вытягивающимся шлангом. Три режима имеют стандартный, льет как смеситель. Нажимаем кнопочку, идет орошение. Нажимаем другую кнопочку, идет специальная такая струя. Ей удобно именно мыть посуду, держа и посуду, и саму мойку, держа, собственно, в руках вот эту часть. Далее, газатор. Очень приятный вход, очень плавный. Ну, и, соответственно, устройство для бытия стакана. Что еще? Вот такая дублирующая сеточка. Почему дублирующая? Потому что есть еще одна, которая установлена в сливном блоке. Я его покажу позже. Лоток. Лоток под, не знаю, чистку, наверное, с крышечкой дополнительной, чтобы вода не уходила. Устанавливается вот так. Лоток под овощи. Опять же, устанавливается вот здесь все это двигается, как удобно. Далее, у нас есть еще доска деревянная. Не знаю, что за порода дерева, но красно-коричневая. Очень красиво. Дерево каких пород используется. Не совсем сюда, а вот сюда она устанавливается. Вот так, пожалуйста. Режем. Поласкиваем. Вот такое вот устройство. Далее. Комплектность. В комплекте у нас, в принципе, идет все, что нам нужно для того, чтобы эту мойку установить и дополнительно ничего покупать не придется. Но прежде чем мы перейдем к комплектности, хочу обратить внимание на немаловажные детали. Снова вернуться к деталям и качеству. Вот эти вот форсунки для орошения. Если вы такие мойки где-то видели, сталкивались, щупали, смотрели, скорее всего, там будут пластиковые эти форсунки. Как здесь. В данном случае эти форсунки силикон, они легко очищаются от известкового налета. Они, в принципе, гораздо дружелюбнее и долговечнее, чем пластиковые. Ну и элемент управления тогда уж, чтобы уже не возвращаться к этому. Все управляется одной ручкой, а конкретно смеситель и устройство для орошения. В одну сторону мы открываем устройство для орошения. Сначала идет холодная вода, потом идет теплее. И в другую сторону, опять же, мы открываем смеситель. Есть указания на рукоятки управления, где какая температура, наверное, должна быть. Пожалуй, все. Возвращаем к комплектности. Что в комплекте? Сливной блок, который включает в себя, опять же, сеточку, которую удобно вынимать. Если что-то проникло сквозь основную сетку, то вот дополнительная здесь еще. Она же, насколько я понимаю, да, она же и перекрывает воду. Если на нее нажать, она перекроет воду, то есть можно набирать. Сифон. Обратите внимание, все комплектующие идут серого цвета. Для того, чтобы все это гармонировало и даже под мойкой, куда никто не заглядывает. Но чтобы тонкие чувства эстетов не расстраивать, что сифон белая, а мойка черная. Вот, пожалуйста, все комплектующие серого цвета. Сливная труба. Крубка для перелива. Перелив у данной мойки также реализован вот в этой части. Собственно, все для него присутствует. Все прокладки силиконовые. То есть долговечные и простые в установке. Что осталось? Осталось сказать про цену. На сегодняшний день, на середину декабря 2023 года, мультифункциональная мойка от Калипсо на 68 см шириной стоит порядка 22,5 тысяч рублей. Такая же, но на 75 см стоит порядка 23 тысяч рублей. 24 900. То есть по размеру разница в цене небольшая. Все сделано для того, чтобы для вас больших ограничений не было. Но, пожалуйста, приобретайте в магазинах. Есть на официальном сайте, есть у наших дидеров, есть как в рознице, так и на маркетплейсах, наверное, тоже будет. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok